Сегодня, братья и сестры, нам предложено два зачала к прочтению. Одно зачало от Луки, о болеющем рабе сотника. И второе зачало о том, что составляет для человека некую истину, а часть и смерть. Это зачало от Иоанна. Зачало от Луки повествует нам об удивительном деле. Господин хлопочет за своего раба. Сколько сегодня господ развелось? И все они совершенно не думают о своих рабах. Они могут выиграть, не заплатив им зарплату. Они могут унизить их. Они могут заставить их работать даже больными. Но в Евангелии есть пример человека, который даже не знал Христа, но был христианином. Он позвал Иисуса к себе, чтобы тот исцелил его раба. Как это удивительно, да? Казалось бы, да, мы уже несколько тысяч лет вроде бы как со Христом. Но многих из нас это не научило любить свою подчиненку. Совсем не научило. Для нас люди как ресурс. Как, ну, я не знаю, да? Как бы это так вот поемче назвать, да? Чтобы было понятно, да? Как то, что мы можем расходовать и не волноваться за участь этого, скажем так, материала. На этом строится фактически все отношение к человеку во всем мире. Человек неинтересен. Его душа, его внутреннее пространство. Интересен только результат, который он может дать. А здесь же господин хлопочий зарабатывает. Он снисходит до его состояния, осознает как рабу. Плохо и тяжело. И что он делает, да? Он идет к Богу, чтобы тот ему помогал. Да, конечно, у окружающих есть веская причина хлопотать за этого человека. Он любит наш язык. Он любит наш народ. И он много доброго сделал для нас, несомненно. Но есть еще то, что находится внутри у него. Он уважает нас и любит нас. Я про господин и все. Примеры таких начальников, они, как бы вам сказать, встречаются, но они как вот падающие звезды. Да, вот она промелькнула у тебя на глазах и потухла. Я помню людей, с которыми меня сводило жизнь в свое время. Некоторые были очень яркими людьми. И причиненным под их крылом было очень внимательно. Они просто накрывали крылом и все. И человек мог не беспокоиться за свою дальнейшую участь. Он знал, что его здесь не предадут, не обманут, не унизят. Это крайне редкий пример подлинного господина. Это не та самая аристократия помойки, о которой пел некий Датрофим. Которая взошла на свое место благодаря только деньгам. Она купила себе это место. И потому заслуживает презрения. А истинный господин, он всегда будет таким. Потому что он себе несет образ Бога. А Бог всегда любит. Даже если ему приют лицо. Он всегда говорит Богу, слушайте. Не ведаю, что творят. Второе зачало сегодня от Иоанна. Зачало о тех, кто всегда с нами, но для нас невидим. Они никуда не ушли. Они все, как бы сказать, пребывают здесь. Но наша грубость не позволяет прикоснуться к этому царству. К великому царству мертвых. Уж не знаю, каким надо быть ограниченным человеком, чтобы отрицать вечность существования души. Тут ограниченный человек может опуститься до Бога. Проще говоря, человек, который ненавидит свою жизнь. Да, ему хочется умереть и пропасть из него навсегда. Ну что же, да. По вере ваше. Никто не отрицает того факта, что вера в человека имеет продолжение и после его жизни. Я имею в виду из людей верующих. И как он верует, так с ним и произойдет. Собственно говоря, это слова сказанных писаний. Поверь ваше. Да будет вам. Некое благословение. Как вы относитесь к прочим, так и прочее отнесутся к вам. Как вы относитесь к жизни, так и жизнь отнесется к вам. Как вы относитесь к Богу, так и Бог отнесется к вам. Все просто. Все понятно. Все, в общем-то, достаточно внятно написано. И... Желать себе абсолютного отсутствия в мире после смерти. Абсолютное пустоответствие. Слушай, это желание тоже засчитывается. Тоже засчитывается. Но это значит не любить тех, кто был рядом с тобой, да? Не любить тех, кто был до тебя. Не любить тех, о ком ты слышал, у кем ты был увлечен и впечатлен. Просто... Такое вот жуткое презрение, да? К самому факту жизни. А мертвые, ну что, мертвые, они мертвы для нашего такого, вот, как бы сказать, внутреннего мирка. Ну вот есть мирочек такой, да, у нас, ограниченный весьма, да, вот, планета, Земля. Да вы посмотрите в космос. Неужели у вас не кружится голова от осознания того, что над вами вообще есть гиперпространство, в котором находятся вещи, которые посложнее всех ваших изобретений, если взяты. И это очевидный факт, и вы его не замечаете. Точно так же вы не замечаете тех, кто бродит посреди вас, уже не будучи с вами здесь. И поэтому вы боитесь, боитесь перейти в тот мир, боитесь прикосновения к нему. Выдумали кучу всяких ритуалов и прочих вещей, которые совершенно не нужны. Опасен не мертвый человек, да? Опасны неприкосновения к нему. Оно не может оскверлить никого. И табуретки не надо переворачивать. Ну, если ваша вера такова, ну, пожалуйста, переворачивайте. Поверю в ваша, опять же. Но почему нет любви, да? Почему нет осознания того, что покойник – это твое зеркало? Ты смотришь в него и видишь себя. Почему этого нет? Это ты сам. Только еще не на его месте. Ты чего этого бояться? В этом стоит, как бы сказать, да, ничтожество, которое присутствует в человеке. Он боится что-то потерять. Вместо того, чтобы бояться что-то оставить за собой. Это и есть холопство в религии. Когда человек жадничает, да, чем-то. Но не понимает, что отдав, он получит больше. И он старается с собой сохранить, ну, какую-то вот часть, утащить с собой жизнь. Он тратит несу светлые ресурсы там на поддержание здоровья, на поддержание порядка там вокруг себя, да, на поддержание какого-то доброго мнения о себе, на поддержание своего внешнего вида. Но не понимает совершенно, что это бесплодная борьба. Вместо того, чтобы отдать и уйти свободно. Он все старается за собой как-то вот удержать положение. Да, положение человека, оно ничтожно, если он не понимает этой простой вещи. Посмотрите, мы сегодня снизошли из меры чувств, в меры эмоций. Это ступень вниз. Следующая ступень, это ступень инстинктов. Когда-то были чувства, и они были велики, и они были прекрасны. Потому что чувства, это некое преломление энергии божества через человеческую душу. А эмоции, это уже производная реализация этих преломлений. Следующая ступень, это инстинкты. Ну, а потом уже, даже представить сложно, мы сегодня живем эмоциями, мы не живем чувствами, мы не живем выше. И от этого очень и очень печально, потому что приходится приспосабливаться под это состояние. Приходится с людьми говорить уже на этом языке, на языке эмоций. Уже именно на языке чувства. А потом видим на языке инстинктов. Все очень просто. Как говорят, святое место пусто не бывает. Если свет исчез из души, обязательно найдется, что заполнит его место. Часто мы говорим о возвышенном. Изобретая, ну, как бы сказать, некую недостижимую морковь, да, которая висит перед осликом. И он к ней вот вынужден тянуться всю жизнь. Так люди сегодня говорят о Боге. Присылают друг другу картиночки, там вот эти умные изречения умных отцов и все остальное. Но никто не дает живого слова. Проще говоря, если кто-то напишет под этой картиночкой, «Помогите, я умираю», никто не шелохнется. Всем будет неинтересно. И это очевидная картина происходящая. Поэтому очень важно и так же не бояться смерти. Очень важно еще не бояться жизни. Мы боимся всего. И это делает нас рабами. А религия, она изначально существует для того, чтобы сделать человека свободу. А раздель. А раздель.